Меня зовут Анастасия Борисова, я директор по маркану компании Cypress Group. Сегодня я расскажу вам о интересном инструменте, который мы используем в наших тренингах. Это так называемая Beogame. Задача данной бизнес-симуляции, данной бизнес-игры, это наглядно продемонстрировать эффект клеста, с которым сталкиваются многие компании, и посмотрите, как это работает, и как это можно исправить, изменить, подумать над теми решениями, которые можно принять вашей компании в будущем, чтобы минимизировать данный эффект. Суть игры достаточно простая, необходимо, чтобы было 4 участника в командах, которые будут отвечать за различные функционалы. Итак, прошу не обращать внимание на поле. Сейчас мы представляем ваше внимание поле, которое состоит из 4 основных блоков, 4 функций. Первый блок – это завод. Следующий блок – это склад. Далее у нас идет функция дистрибьютор. И последний – это потребитель. Собственно говоря, в этой бизнес-симуляции 4 роли, соответственно, имитирующие производственную компанию. Цель данной игры – это улучшить взаимодействие между различными функциями, понимание необходимости взаимодействия между различными функциями. И на таком примере, в таком наглядном примере, показать участникам тренингов эффект хлыста, проиллюстрировать, который, на самом деле, есть во всех компаниях. Пошагово разберем механизм игры. Первый этап. Предположим, я буду играть за команду склад. На самом деле, поскольку 4 роли, я в данном случае буду исполнять все 4 роли, просто чтобы у вас было понимание, как происходит игра. В данном случае первый шаг – это так называемый Move the Track. Это передвижение фишек. Что мы делаем? Мы сдвигаемся немножко в сторону соседней роли. Правую руку мы кладем на окошко отгрузки в соседней роли. Левую руку мы кладем на окошко входящей поставки в своей роли. И передвигаем фишки на одно окошко влево. То же самое делает завод. Единственная разница заключается в том, что он это делает из блога компоненты. Он передвигает на один блок, поскольку у него нет соседа. То же самое делает дистрибьютор. Он берет правой рукой отгрузки со склада, передвигает во входящие поставки, а свои входящие поставки передвигает на склад. И то же самое делает потребитель. Он берет отгрузки у дистрибьютора, передвигает свои входящие поставки, а из входящих поставок себе на склад. Собственно, это очень важное движение, очень важный шаг в игре, который всем необходимо делать синхронно. Всем участникам команды. Не сбиваться, не оставлять фишек на полях. Все фишки, которые у вас лежат в каждом поле, должны быть передвинуты. Далее переходим ко второму шагу. Во втором шаге мы должны взять карточку из окошка входящие заказы и посмотреть, сколько нам заказал отгрузить ему дистрибьютор. В данном случае мы переворачиваем и мы видим цифру 2. Соответственно, 2 единицы продукции он хочет, чтобы мы ему отгрузили. Из окошка склад мы передвигаем эти 2 единицы в окошко отгрузки. Карточку с цифрой мы откладываем в сторону, чтобы она нам не мешала и она нам больше не пригодится. То же самое делает каждая роль. Смотрит, что написано в обходящей, введет цифру, согласно количеству указанного, передвигает свои фишки. То же самое дистрибьютор делает, передвигает свои фишки, удаляет при этом карточку. И то же самое происходит у потребителя. Он смотрит на входящие заказы, которые дает ему ведущий в данном случае, и согласно этим входящим заказам передвигает фишку в отгрузку. Обычно у потребителя в окошке отгрузки стоит стаканчик, куда мы вкладываем лишние фишки, что мы видим. Так, продолжаем. Соответственно, в поле склад, в нем может быть у нас остается несколько фишек, в зависимости от того, какой у нас был входящий заказ. У нас может не остаться ни одной фишки. А может даже так получиться, что входящий заказ у нас был больше, чем количество фишек, которые у нас на складе. В зависимости от ситуации. В данном случае мы видим, что мы выполнили все входящие заказы. На складе у нас ничего нет. Соответственно, мы пишем, заполняем, берем листочек, который у вас у всех лежит перед каждой ролью, и заполняем его согласно следующим параметрам. Раунд первый. У нас сейчас раунд первый. Остаток на складе у нас 0. Мы посмотрели, у нас нет ни одной фишки. Дефицит. У нас входящий заказ был 2. Отгрузили мы 2. Соответственно, никакого дефицита у нас не было. И мы совершенно спокойно ставим в дефиците 0. На этом этот шаг заканчивается. Переходим к следующему шагу. Следующий шаг. Нам необходимо карточки из кружочка исходящие заказы передвинуть в обходящие заказы соседней роли. Если мы говорим о заводе, то он исходящие заказы переносит в блок компоненты, смотрит, какое количество на ней написано, и кладет необходимое количество фишек в это поле. Карточку с заказом он убирает. Откладывает в сторону. То же самое происходит и во всех остальных ролях. Карточки, цепь заказов идет вперед. Следующий шаг. Нам необходимо придумать, собственно, заказ, который мы будем размещать у нашего поставщика. Здесь у вас есть вариативность. Вы можете поставить любое число. Конечно, люди в основном ориентируются на те заказы, которые приходят по цепочке и смотрят, готовы ли они сгенерировать какие-то запасы у себя хранить, или не готовы, или они будут играть в ноль. Здесь все зависит от вашего решения. В любом случае, ваш полет в фантазии не ограничен. Вы берете чистую карточку, пишете на ней любую цифру. В данном случае я напишу 2. И кладете их в окошко исходящие заказы в своей роли. То же самое делает директор завода. Он на своем листочке пишет, предположим, тоже 2. И кладет в исходящие заказы. И то же самое делает директор. И то же самое делает потребитель в своей роли. Соответственно, мы сделали заказы у наших клиентов. И последнее, что нам необходимо сделать. Нам необходимо вернуться еще раз к нашему журналу регистрации. И в аграфе «Исходящие заказы» внести ту цифру, которую мы разместили в нашей роли в исходящих заказах. В данном случае вписать цифру 2 в столбец «Исходящие заказы». Собственно, на этом раунд окончен. И мы переходим к следующему раунду, который будет повторением предыдущего раунда. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok